Когда Алексей мне присылал первую фразу, вот этот квадратик, который ты спрашиваешь, назывался «фабрика платформ». И в этом смысле это некоторое отражение той же самой идеи, о которой здесь написано, о которой Дмитрий Псков говорит, в виде акселератора проектов МТИ и так далее. Что бы я хотел, чтобы мы договорились? Первое, что я не совсем понимаю, мы думаем, что у нас еще в ближайшие полтора-два месяца пройдет здесь, на этой площадке минимум пять тактов. Скорее всего, мы будем это делать раз в две недели. Нас уже попросили сместить начало на 18.00, для того, чтобы было удобнее добираться после работы. Финальным тактом у нас будет коллективная такая сборка будет не в виде нормативного документа, все-таки в виде презентации, но в нашей версии программы, которая должна задать некоторую рамочку минимальную, программы по развитию строя экономики Российской Федерации с учетом и интеграции Евросоюза. Российский Коммерческий Союз. То, как и написано в распоряжении президента. Кроме этого, мы точно хотим в рамках следующих, от сегодняшнего до того последнего провести такт разбора тех самых существующих государственных информационных систем, которые могут выступить источниками данных и помочь стартовать ценное количество платформ в экономике именно Российской. И в первую очередь мы будем разбирать историю с госзабуками. Мы будем разбирать историю, я надеюсь, с тарифом регулирования. Мы хотим отдельно сделать так про интернет вещей. У нас есть претендующие в эту тему доклады. И я думал, что есть смысл как минимум разобрать хотя бы в рамках одного мероприятия пару кейсов из тех, что уже состоялись в виде платформ, на которых можно просто посмотреть отдельные эффекты, посмотреть на то, как прошли и становление антисистемы. Вот как Вы считаете, какие-то здесь, может быть, мнения, комментарии? Потому что, честно говоря, я взял на себя эту роль сценирования чуть-чуть сам нахожусь в ситуации и прошу советов. Мне кажется, во-первых, нам очень помогло, если бы презентацию можно было получать до встречи, тогда было бы более интенсивное осмысление и обсуждение. А во-вторых, неплохо бы нам иметь какой-то адрес, по которому можно писать то, что не было высказано здесь, в этом зале. Сейчас, значит... Группа Facebook. Да, просто Верлига создала уже группу на АФБ, соответственно, о ее адресе можно будет узнать, либо на следующий раз она появится на спальне. Соответственно, там будут все материалы, и там можно проводить дискуссии, в том числе предложения и так далее. Я надеюсь, что, дамы в жизни экономики, мы все-таки определимся с теми форматами исследований, которые нам нужны в этой работе на ближайшие полтора месяца. И мы получим, в том числе, квалифицированную поддержку в этом смысле. то, где можно будет определиться, в том числе, на теоретическую основу, которую заложил В. Григорьев. Кто не читал, не будет плохо. Рекомендую. Такой большой системный момент. Труд, который претендует на поиск коллизий предыдущей экономической теории, которая является на следующий день доминирующей. И эти коллизии, как минимум, показывают то, где мы заблуждаемся. Что-то еще? Какие-то еще комментарии? Рекомендации, мысли, идеи? Сергей Ворисович Чернышов, я надеюсь, выздоровеет в следующем мероприятии. Он сможет нам помочь, мне с модерацией, с теми отсылками к экономической теории. и теориям других наоблах, на которые можно будет опереть всю эту конструкцию более надежно. И в этом смысле, я думаю, что у нас просто начинается переход от введения, уже к погружению, и к разбору конкретных моментов, которые нам нужно будет пытаться отразить финальные истории. Спасибо! 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 Спасибо!